Добрый день, друзья! Мы рады всех вас видеть сегодня и рады заявить вместе с тем о старте проекта, который дает новые возможности для временно переселенных лиц в городе Харьков. Проект имеет общее всеукраинское название «Новый Витлик» и поддерживается фондом «Видроджини». В городе Харьков этот проект реализует ассоциация частных работодателей совместно со станцией Харьков. В Харькове он имеет свое название «Станция успеха». Надеюсь, что вы догадываетесь, почему станция успеха. Сразу скажу, будут вопросы, в каких еще городах реализуется проект. Это Атесса. Там проектом занимается «Импакт-хаб Атесса». Во Львове клуб «Деловых людей» и в городе Киеве гражданская организация «Крымская диаспора». В чем суть проекта? Проект предусматривает, самое главное, это помощь временно переселенным лицам в создании и развитии бизнеса на новой территории. То есть на территории проживания, которая для них становится вторым домом. И у них есть потребности в том, чтобы их поддержали, в первую очередь, тех лиц, у которых есть потребность и у которых есть предпринимательская жилка. Наша основная функция – это помощь, в первую очередь, в отборе лиц, которые будут участвовать в проекте, и помощь в обучении основопредпринимательской деятельности, написании бизнес-планов и в дальнейшем материальной поддержке проектов, то есть фактически финансировании для их развития. Функции, которые распределены в станции Харьков, у нас главный эксперт в области по временно переселенным лицам, которые предоставляют уже более года, 1 июня, кстати, был день рождения в станции Харьков, мы ее поздравляем. Они первые, кто предоставляет первичную помощь временно переселенным лицам, то есть передовая этого рубежа, и их функция, самое главное, это отбор лиц, участвующих в проекте, с привлечением рекрибутеров профессиональных, и подготовка этих лиц, подготовка их анкет и конкурса их идей для отбора, для дальнейшего обучения. Обучение у нас будет предполагать основы предпринимательской деятельности, основы бухгалтерии, основы пиара, брендинга, продвижения и так далее. Это отдельно расскажет Наталья Яковлева, которая будет экспертом в этом направлении, и Валерий Кандалов, который опаздывает нам будет, эксперт, который будет заниматься ведением вопросов, непосредственно написания бизнес-планов и отбора этих бизнес-планов на дальнейшее финансирование. Этапы реализации проекта. Я проведусь быстренько по ним. На сегодняшний день мы можем заявить о начале приема анкет для участия в этом проекте. Он заканчивается у нас 25 июня. 25 июня по 3 июля будет проводиться заседание комиссии по отбору. Где мы отберем, то есть будет окончательный список участников данного проекта. 6 июля по 28 августа это проведение обучения, подготовка бизнес-планов и консультирование в ходе подготовки бизнес-планов. 31 августа по 6 августа, 6 августа это день предпринимателя, будет проведен конкурс бизнес-планов. 6 августа, у нас вообще все даты значимы, 1 июня день рождения у станции Харьков. А 6 сентября в день предпринимателя 5 лет будет ассоциация частных работодателей. То есть мы совместим приятное с полезным. 7 сентября мы объявим победителей конкурса бизнес-планов. И сентябрь-октябрь у нас будет реализация конкретных бизнес-планов. То есть регистрация частных предпринимателей, либо юридических лиц, приобретение необходимого оборудования для бизнеса, подписи договоров по ЗАКИ. Ну то есть фактически старт бизнес-проектов. И к декабрю месяцу у нас будет проводиться сопровождение со стороны менторов. Менторы это частные предприниматели с опытом ведения бизнеса, открытия бизнеса, которые будут помогать ребятам реализовать их бизнес-план. Размеры поддержки бизнес-планов в городе Харькове. Это малый стартап 10 проектов по 15 тысяч гривен сумма. Средний стартап 10 проектов по 45 тысяч гривен. И большой стартап 5 проектов по 90 тысяч гривен. В целом, скажем так, конву проекта я вам обрисовал. Я передаю сейчас слово Екатерине Стрельченко, менеджера станции Харьков. Которая расскажет о своей части проекта. И после этого мы готовы будем ответить. После этого Наталья Яковлевна и Валерия Кандалова. После этого мы готовы будем ответить на все ваши вопросы. Да, пожалуйста. Спасибо большое, Александр. Спасибо. Рады видеть вас в этом зале. Проект стартует буквально вот сейчас. И задача станции Харьков в этом проекте – это сделать так, чтобы как можно большее количество людей, которые заинтересованы и хотят участвовать в этом проекте, узнали о нем. Информация о проекте сейчас размещена в социальных сетях на официальных страницах станции Харьков. Она будет размещена на официальных страницах Ассоциации частных работодателей. И большая просьба ко всем, кто видит это объявление, сделать так, чтобы его увидело как можно большее количество людей. В Харькове официально зарегистрировано около 150 тысяч временных перемещеных лиц. Сейчас и наверняка среди них есть те, кому этот проект будет интересен. И поэтому чем больше людей увидят этот проект, тем вам лучше и качество не будет проведено. После того, как прием заявок, для того, чтобы принять участие в проекте, необходимо запомнить анкету. Анкета состоит из анкетных данных общих. Обязательные условия участия в проекте – это наличие постоянной приписки в зоне антитеррористической операции. Также в проекте могут принимать участие перемещенные лица из Крыма. И для того, чтобы принять участие в проекте, нужно запомнить анкету. В анкете есть вопросы о трудоустройстве сейчас, о специальности, о предпринимательском опыте. Предпринимательский опыт не является обязательным условием участия в проекте, но его наличие является существенным фактором для того, чтобы человек попал в какой-то проект. И самое главное, ключевая часть анкеты – это вопросы по бизнес-идеи. Для того, чтобы человек принять участие в проекте, он должен иметь адекватную бизнес-идею, жизнеспособную, которая может быть реализована, реально реализована и потенциально может быть успешной. После того, чтобы человек заполнять анкету, заполнить анкету можно в интернете. Мы постараемся сделать так, чтобы она была в интернете везде, чтобы человек, открыв интернет, увидел ее в любом случае, но и кроме того, если через интернет заполнить анкету является проблемой, ее можно заполнить у нас на Карломаксе 2.15 в бумажном виде, и затем она перенесется HR, перенесется рекрутерами в лучшую базу проекта. Заполнять анкету у нас можно на Карломаксе 2.15 в любой день с понедельника по пятницу с 11 до 3 часов. И в субботу в то же время, но только до 2.00. Анкета будет рассмотрена рекрутерами на соответствие их формальным критериям. И после этого будет проводиться личное собеседование с каждым человеком, который принимает участие в проектах. После собеседования будет проведена комиссия, которая будет рассматривать именно бизнес-идеи. О принципах рассмотрения бизнес-идеи и проведения комиссии, наверное, больше расскажем Валерий, так как является экспертом именно в области бизнеса и предпринимательства. И на основании отбора будет отобрано порядка 100 человек, которые примут участие в обучении. Обучение начнется с 1 июля, будет сформировано 4 группы. Существуют группы, которые занимаются в год не вное время. Это те люди, которые могут это делать. И вечерние группы для тех людей, которые сейчас уже имеют работу и имеют занятость в Харькове. Обучение будет длиться в течение месяца. Наталья является экспертом обучения и ведущей преподавателем и автором программ первого модуля по предпринимательству. Также в обучение будут включены модули по кадровому и бухгалтерскому учете, по юридических основам предпринимательства, модуль по продвижению собственных услуг в различных источниках. И выборе целевой аудитории. И модуль продаж и переговоров, которые обучение несомненно поможет людям начать свое дело. Даже если человек примет участие в проекте и не получит финансирование от фонда, все равно полученные знания помогут и повысить свою конкурентоспособность на рынке труда и продвинуться в обведении собственного дела. Тренеры в проект подбирались с учетом их квалификации и с учетом тех знаний полезных, которые они могут дать людям. После проведения обучения будет комплекс бизнес-планов. Наверное, тоже об этом больше расскажут наши предприниматели. Главное сейчас сделать так, чтобы о проекте узнало как можно большее количество людей и все желающие смогли в него попасть. До 25 июня, а не так, когда прием в заявок будет закончен. Спасибо большое. Я всегда отвечу на вопросы по этой части. И сейчас, когда Даталья расскажет о модуле обучения. Смотрите, когда мы с тренерами и с ребятами формировали обучающий проект, мы старались выбирать лаконично, сжато, четко только то, что нужно в городе. Но не секрет, что у нас очень уникальный город. И, знаете, когда меня спрашивают, как это Харьков случайно не попал в черную дыру на Востоке, у меня есть всего два ответа. Первый ответ – это свободное предпринимательство, а все-таки Харьков – город МСБ. И второе – это обучение, образование, которое располагает наш город. И вот эта смесь дала нашему городу право выбора и право быть другим. Потому что, ну, я не знаю, ни для кого не тайно, что в Харькове 48% людей свыше образования. Второго такого города нет. Я это точно знаю, потому что я много занимаюсь обучением. Соответственно, мы постарались выбирать только то, что нужно. Те вещи, которые связаны с МСБ. Мы прекрасно понимаем, что ни 10, ни 15, ни 45, ни 90 тысяч – это не то, что так в гривнах. Мы сразу говорим, это деньги в гривнах. Это не то, что прям единственная возможность людей жить и зарабатывать. Мы выбрали модель, когда деньги будут выдаваться не финансовым образом. То есть это будут материальные ценности. Мы спросим об этом, когда вы будете рассказывать о проекте, понимать. Мы выбрали модель менторства, когда людей после получения материальной помощи будут еще консультировать, подсказывать, рассказывать, как жить и работать. Кроме этого, мы понимаем хорошо, что Харьков должен интегрироваться с нашими гостями, с нашими группами. Поэтому и с разрешением фонда Ведроджини всех желающих предпринимателей мы приглашаем на летнюю школу предпринимательства. То есть на посещение тех лекций, которые будут. Да, ребята не получат финансирование, но видя, что тема лекции, например, это будет малый бизнес, те же самые волшебные кассовые аппараты и тому подобное, мы приглашаем на лекции приходить и быть в то, что в Европе называется летней школой предпринимательства. И мы считаем, что мы таким образом сделаем хороший вклад в экономическое развитие нашего города, потому что знание это та ценность, на которой Харьков устоял и выдержал. Технические вопросы мы будем озвучивать по мере приближения к процессу отбора. Поэтому, Валерий, а то не твои. Я буквально два слова скажу, чтобы вы представляли, о каких проектах идет речь. Безусловно, целью данной программы не создать новые рабочие места в каком-то огромном количестве, это просто невозможно. То есть наша задача реинтегрировать в экономику тех людей, которые были из нее выброшены. Помочь людям, которые уже имели бизнес, восстановить его в данном регионе. У кого есть новые бизнес-идеи, скажем так, возможность их реализовать. Суммы грантов достаточно средние для того, чтобы открыть крупный бизнес. Этого недостаточно, но вполне достаточно для того, чтобы возобновить, допустим, деятельность частного предпринимателя или небольшой компании. Ну, как бы два слова буквально о критериях. Понятно, они такие достаточно стандартные, они на всех экономических конкурсах, проектах отлучиваются. Это соответствие, скажем так, выбранной стратегии, некие потребностям и конъюнктурам рынка. То есть маркетинговый блок вопросов, который будет отражать, насколько проект, то есть кандидант понимает свой рынок, своего клиента, свои каналы продвижения, владеет информацией. Другой критерий – это системная целостность проекта продвижения товара или услуги, оценивая формирование стратегии, каналов продвижения, умение составлять календарный план, адекватность расхода затрат и прочее. Кадровые возможности также будут оцениваться, особенно если, ну, как уже было сказано, вероятно, три вида проектов. Малые проекты – самозанятость, средние проекты предусматривают приблизительно до двух человек трудоустроенных наемных сотрудников. И свыше двух – это проекты порядка 90 тысяч гривен. Поэтому, соответственно, человек должен обладать и знаниями, и кадрового учета, и понимать, скажем так, возможности трудоустройства, организации организации, ну, вопросы, связанные с трудоустройством и организацией наемного персонала. Ну, и, безусловно, это должны быть реалистичные бизнес-проекты, не какие-то, скажем так, космические. То есть, достаточно легко реализуемые в нашем регионе, поскольку все-таки проект связан с Харьковским регионом. Возможно, участие предпринимателей, скажем так, из других регионов, если они зарегистрируются у нас как частный предприниматель. Я в завершении еще скажу, поскольку у нас уже есть партнеры, которые поддержали проект еще на этапе ее разработки, и я, конечно, должен поблагодарить эти компании. Первое – это региональный штаб, державные службы с назначайных ситуаций, городской центр занятости, главное управление государственной фискальной службы в Харьковской области, благотворительный фонд «Мир и порядок», центр занятости вильных людей – это громадское объединение, громадское объединение «Автомайдан Харьков», группа компаний «Фактор», центр управления карьером коммерческих компаний, креативная агенция продвижения, Чугуевская правозащитная группа, компания «Айкон Капитал», сайт «Работа в Харькове», благотворительная организация «Благодийный фонд Инвасос Схид», политичная партия «Демократичный альянс», конечно же, наш информационный партнер главный – это Харьковский кризисный инфоцентр, Харьковский региональный фонд поддержки предпринимательства, Департамент экономики и международных отношений Харьковской областной государственной администрации и Центр международного частного предпринимательства «Сайп Украина». Кроме этого, мы готовы, в принципе, сотрудничать с другими компаниями, в том числе, например, по финансированию проектов, потому что мы предполагаем, что могут быть проекты, которым даже 90 тысяч будет мало. Поэтому мы будем рады видеть в партнерах и коммерческие организации, и банки, и другие финансовые организации, которые готовы поддерживать как сам проект, так и проекты, которые будут представлены на конкурс. Теперь мы готовы перейти к вопросам. Я хочу сказать еще пару слов о актуальности этого проекта в Харькове. Ну, он, несомненно, актуален, это понятно из объективных причин, но даже когда информации не было еще об этом проекте, огромное количество людей уже обратилось к нам с желанием в нем участвовать. Вчера поздно вечером анкета для участия в проекте была размещена на наших официальных страницах, и сегодня утром мы видим уже определенное количество заявок и анкетку на этот проект. То есть проект крайне актуален, и он вызывает большой интерес у целевой группы проекта. Спасибо, дозавайте прямые вопросы. Отпытаюсь. Уважаемый журналист. Да, прошу вас. Вы говорите, кто-то. Телефонал, который у нас вызывает интересы, и как именно мы начали рассказывать уже про актуальность, вот несколько возможных примеров проекта, с которых начиналась эта идея. Кто-то что-то предлагал, кто-то просил что-то реализовать, да, вот, помощь в этом, из чего-то, из чего-то, из чего-то, из чего-то реализовывать. Ну, есть большое количество людей, которые имели свой бизнес в Луганской и Тонецкой области, и приехав сюда, сделали попытку, и многие эти попытки были успешными по его открытию. Многие люди, которые обращались к нам в самом начале нашей работы, с помощью, помочь в трудоустройстве, через несколько месяцев обращались к нам уже как работодателю, и просили помочь им с поиском сотрудников, а не с поиском замоченного места для себя. Таких примеров много, я знаю лично этих людей. И, конечно, предпринимательство и развитие Луганской области очень важно. Именно с этого и начался разговор об этом проекте. К сожалению, люди, которые приезжают сюда, они приезжают сюда, предпринимательство не по своей доброй воле, и не имея возможности вывести большее количество активов, и начать здесь свое дело в том объеме, в котором мы бы хотели бы это сделать. И, конечно, та помощь, которая будет оказана в рамках этого проекта, она очень важна. И, Наталья, я могу привести пример реального стартапа бизнеса в городе Сватово, потому что это не единственный проект, который реализовывался по самозанятым и переселенцам. Простейшие вещи, но качественные. Прачечная. Та же самая прачечная, потому что Сватово оказывалось районом, в котором нет центральной канализации, соответственно, вот, вернее, не везде она. Те же самые парикмахерские. Те же самые, потому что приезжают женщины. Дальше в центры по работе с детьми. Образовательные центры. Чтобы сюда приехало очень много учителей. Очень много учителей, и они быстро реализовались там, и там это. И вот из тех небольших сумм, которые выдаются, их вполне хватает для старта бизнеса, для закрепления человека, чтобы не ходил и не был социальным веждеведомцем. Здесь еще у проекта есть очень хорошая такая социальная версия. Пожалуйста, задайте вопросы. Если интересует, то есть вопросы? Давайте. Вопросы? Почему мы, я расскажу, почему мы приняли решение подключить Харьковчан на линию школы предпринимательства? Не секрет, что есть некое вот такое недовольство, ага, и все, а нам как-то не очень. Поэтому мы приняли решение подключить, мы получили согласие фонда. Саша, по другим короткам тоже будет с возможностью подключения местных. Потому что таким образом наступает интеграция. Свообразно люди знакомятся, люди вместе работают, люди вместе получают знания. И вот по итогу того же самого Сватова я уже увидела, что там они начали друг другу перекрестно продавать и помогать в бизнесе. И это вот хороший ход на понижение уровня тревожности в ситуации. Да, это немного, но я думаю, что если хорошо пройдет вот этот вот бизнес-инкубарка, то это будут следующие-следующие шаги, о чем говорил Саша. Что мы найдем сильных инвесторов, но надеюсь, вы все знаете, что все международные доноры, я последнее время, последние полтора года только этим и занимаюсь, они резко поменяли приоритеты. Это не новость для всех, и если вы ищите заполнительное финансирование, ищите в двух отраслях, вернее, в трех вариантах донорства. Это коммуникации, это помощь временно перемещенным лицам, и это помощь женщин с детьми. Вот пример, можно я такую сторону отойду, вот ребята вчера, наш двоев был на конференции в Ивано-Франковске, в Венгрии действительно подтвердила, что она примет 700 наших деток на отдых, они будут отдыхать на полотоне, они будут, ну это да, понятно, дети, а то дети-переселенцы, но вот я говорила о смене направлений, вот одно из направлений, это помощь женщин с детьми, поэтому, ну потому что это самая незащищенная, самая пострадавшая категория. Мужчины как-то, они побыстрее, полегче, а вот женщины с детьми, поэтому, вот когда Саша говорил о градации, нижняя градация нашего финансирования 15-го года, да, казалось бы, немного денег, но открыть косметологическую, вернее, косметологическую, парикмахерскую на дому, это не так, на эти деньги хватает, перепроверяем. Ну, или, например, оказание услуг по маникюру, тоже, поэтому, да. По поводу развития проекта, еще раз говорю, что проект реализуется при поддержке Международного фонда Ведроджиня, и мы еще только стартовали, но, в принципе, уже есть заинтересованность других организаций в продолжении развития этого проекта после его завершения, в том числе поддержке более широкого развития этого проекта, то есть создания действительно бизнес-акселератора, который позволит в этом приграничном районе, потому что наша область не приграничная, а прифронтовая. И будет такой, потому что кормится близко, да, да. Вот эта активность населения, загрузка ее фактической работой, она очень важна для политической и социальной устойчивости, и этот проект, он является первым камнем, фундамент вот этой устойчивости, очень важным. Поэтому мы уже на сегодняшний день задумывались о том, каким продолжением будет этот проект. Но, естественно, мы сделаем все, чтобы он был реализован на самом высоком уровне, потому что уровень подготовки, в отличие от других регионов, у нас повыше, в первую очередь за счет того, что у нас самая большая база переселенцев, самая большая – это первая. Вторая анкета, которую мы предоставили для заполнения, взята за основу как раз наша, Харьковская, и это очень важный фактор. Кроме этого, Харьков имеет самый большой потенциал, даже по сравнению с Киевом. И это все подтверждают экономический, интеллектуальный, образовательный, то есть тот потенциал, который Харьковская область может использовать для того, чтобы стабилизировать ситуацию и компенсировать те затраты, которые мы несем в связи с разрывом экономической связи с Россией. Мы были очень долго завязаны на Россию. Этот проект тоже будет целью. Все истории успеха будут обязательно нами задокументированы, засняты. И наша цель в том числе показать, что возможно на сегодняшний день в нынешних экономических условиях помочь людям создать свое собственное дело, то есть реинтегрироваться в новой местности, в новом регионе. Можно я по поводу публичности добавлю? Да. Мы обязательно все наши действия, набор групп, введение занятий, проведение конкурса бизнес-планов будем максимально публично освещать. Это одно из условий проекта и это наше личное желание, чтобы Харьков стал эталонным городом в развитии предпринимательства. Вопрос следующий. Сумма, которая выделяется для начала бизнеса, она налогооблагаемая. Как она возвращается? С каким процентом? Скажите, я говорю, Владимир Владимирович. Это сумма, которая не возвращается. Это грантовые деньги. Поскольку они предоставляются не коммерческой организации, не прибыльной, то они не облагаются дополнительными налогами. За редким исключением, если мы будем проводить деятельность, которая не заявлена в уставе. Поэтому нам нужно очень четко будет отслеживать этот момент, чтобы мы, не дай Бог, не ошиблись. Но, слава Богу, у нас юристы квалифицированы, поэтому мы здесь ничего не боимся. По поводу суммы еще хочу сказать. 15 тысяч – это не предел. Если вдруг мы увидим проекты, которые однотипные, и их можно вместе совместить. Например, это салон. Например, кто-то хочет делать маникюр, кто-то встреч, кто-то там еще какие-то предоставлять услуги. Ребята, мы их просто соберем и не по 15 тысяч дадим, а, например, соберем на 45 тысяч и откроем салон. То есть, чтобы люди работали вместе. Такие трансформации тоже возможны. Мы будем их учитывать. Пожалуйста, вопрос. Да. Скажите, пожалуйста, кроме интернета, как еще пересиденцы смогут узнавать о проекте сейчас? Особенно те, кто в области. Не всех выбирают есть доступ. И кроме станции «Харьков». Понимаю, на пунктах будет информация. Ну, информация в интернете будет размещена не только на страницах станции «Харьков». Но, кроме того, будут листовки и информационные листы. Мы сотрудничаем уже долгое время с службой занятости, с городским центром занятости, и с областным центром занятости, и распространение листовок будет тоже через центры занятости, и в том числе через центры занятости, которые находятся в области. Особенно это актуально для области. Ну, и кроме того, другие места, где могут находиться потенциальные участники проекта, там везде будет размещена информация, информационные листы, листовки, и прийти к нам заполнить анкету. Нет возможности в интернете. Пожалуйста, у нас будем рады. Еще канал распространения информации – это публичное мероприятие. У нас запланированы круглые столы, в том числе по вопросам трудоустройства, переселенцев и создания бизнеса, какие есть препятствия. Там мы будем приглашать, во-первых, профильную службу облдержадминистрации, горсовета, налоговой, где мы обсудим эти проблемы. Плюс – это участие в телевизионных передачах, это пресс-конференции, брифинги. Буквально сегодня мы уже будем участвовать на «Симонию на справде», рассказывать о данном проекте. И фактически у нас есть коммуникационный план, кстати, по поводу коммуникации с заинтересованными лицами. Если почитать каналы распространения информации, то они у нас распространены на три четверти формата А4. То есть мы их готовы подключать, кроме Крызова инфоцентра Харьковского, это есть проекты и на Кипело, например, это IT-сектор, который нам может помочь с этим. Все телеканалы Харьковские перечислены, интернет-порталы, с нами сотрудничают журналы, частные предприниматели, журналы «Работодавцы». Можно я сам перебью? Нам вообще-то всего 100 человек на данном проекте. А вы знаете, если все 152 тысячи к нам придут в гости? Могу скажите, скольким людям будут выдано? 25 проектов. Экспертная комиссия выбирает 25 проектов? Примерно. Кто входит в комиссию присутствующий? В том числе мы будем привлекать известных бизнесменов харьковских, то есть даже не малого и среднего бизнеса, а из крупного бизнеса. Мы будем к ним обращаться, потому что их опыт очень ценен, и они нам смогут отобрать самые адекватные проекты. Это первое. Второе. Мы понимаем, что поддержка таких людей даст нам дополнительную возможность привлечь необходимые средства для расширения этого проекта. Остальные 75 идут на второй круг? Нет. То есть для них обучение закончено, получается, да? Да. Это не значит, что, как говорится, для них все закончено. Бизнесмены, которые готовы проинвестировать эти проекты в интересное, они могут очень легко это сделать. Кроме этого, ребята смогут найти самостоятельно финансирование, потому что мы абсолютно нормально сможем дать рекомендации таким проектам, и я думаю, что они будут веские. Тем более, мы этих людей уже увидели, они прошли эту систему, и, надеюсь, услышишь, что Саша сказал, что масса иностранных организаций заинтересована в таком проекте, соответственно, у нас, по сути, ярмарка стартапов будет. Я бы говорю, лично рекомендаюсь сделать некую инфографику, разместить здесь, чтобы, может быть, люди проходили человек-сити-лайдер в городе, да очень хорошо работают. Для тех, чтобы переселиться. Еще вопросы, пожалуйста. У нас еще время есть. Пожалуйста, озвучьте, что транспортный транспорт, для иногорода. Значит, участвовать в проекте могут люди, которые не находятся в Харькове, либо в Харьковской области. Единственное условие, это то, что мы не сможем компенсировать затраты на проезд и проживание. А кормить людям? Проектам, да, не приношим, а кормить людям, да, конечно же. И еще одно условие обязательности получения финансирования в проекте. Участие не менее чем в 75% обучающих мероприятий. То есть люди должны понимать, если они просто пришли посачковать, то они не получат. Да, кормить качельку, да. Да, это абсолютно нормальная практика, потому что я вам скажу, даже вот ездил в Галадию на обучение, там за один пропуск могли отстранить от получения диплома. Поэтому это очень важный момент. Можно ли предсмотреть для тех, кто, предположим, не прошел, ни к диплому, проживание, если к КАСКО прошел? Ну почему бы и не? Конечно. Спасибо за отличный совет. И еще мы, наверное, не сказали, что обязательным условием получения финансирования и грантовой помощи является регистрация частного предпринимателя или частного предпринимателя или юридического. То есть, пожалуйста, вопрос. Это не вопрос. Я хотела начать, пожалуйста, с среднего и большого стартапа. Там есть привлечения? Нет, я же озвучивал, что малый стартап 15 тысяч это самозависимость до 45,5 тысяч это в пределах до двух человек на номерного персонала и свыше двух это до 90. И упор делается на семейный бизнес? Да. Сумма гранты распространяется только на народу, Валерий, вы же видели на маркете и аренду. Сумма гранты тратится на товары и услуги. Товары могут быть как основные фонды предприятия, так и услуги. Допустим, если мы берем интернет-бизнес, это может быть оплата услуг хостинга, оплата услуг, допустим, разработчика сайта. Но, безусловно, в проекте будет оцениваться как своя доля участия, так и, скажем так, соотношение своей и, в данном случае, временно заемной суммы, грантовой суммы. Да, еще очень важный момент. Поскольку в отборе будут участвовать работающие бизнесмены, то у нас есть золотое правило. Поддержка проектов всегда идет, если туда вложены средства собственные. То есть, если стартап нулевой, как правило, такие проекты не поддерживаются, потому что именно предпринимательская жилка выражается в том, что человек уже вложил какие-то свои средства. Это могут быть материальные, это могут быть интеллектуальные средства, если они вложены, то это повышает существенно шансы победить такой проект. Как реалистичность, ну, и надеюсь, все понимаете, что разработать страничку в Facebook или сайт в интернете это не такие бешеные затраты, на самом деле. Но нам важно, чтобы человек вложился, вложился идеями, мозгами, желанием работать и заработать. Да, есть один момент такой, достаточно спорный, лучше о нем упомянуть. Многие, ну, скажем так, люди нечистое на руку рассматривают возможность получения денег на руки, она не предусмотрена данным проектом, поэтому рассчитывают на то, что они, пройдя все процедуры, получат некое оборудование, которое тут же отнесут на рынок и реализуют его за деньги. Для этого разработан механизм, скажем так, превентивный, то есть это оборудование будет передаваться на определенных гарантийных началах, а собственность остается за фондом до момента списания фондом этих основных средств. То есть программа отслеживает свои проекты порядка четырех месяцев, то есть по истечении четырех месяцев и определенной успешной деятельности эти суммы будут списаны. Гарантийный механизм уже детали будет, скажем так, объявлен кандидатам на этапе получения. У меня, кстати, вопрос к вашим аудитории. Если вы видите какие-то дополнительные пожелания к проекту, мы как-то здорово подсказали по поводу дипломов, то есть может быть у вас какие-то пожелания есть к расширению, усилению проекта, воспримем любые пожелания, любую критику. Ну, не любую, конечно. Реалистичную. Да, не надо любую, а давайте конкретную. То есть здесь какие-то, да, может быть вам будет интересно принять участие в отборочных комиссиях, может быть вам будет интересно познакомиться с проектами, милости просим. Записать историю успеха. Записать историю успеха, потому что я вижу здесь много журналистов. Делать краткие пресс-релизы и брифинги. Милости просим, мы будем рады. Не только помощи, а именно конструктивному участию. Сколько уже заявок вы говорили, анкеты разместили? Ну, анкеты мы разместили вчера очень поздно вечером, поздним вечером. И сейчас заполнены конкретные, ну, в районе 10. Но есть люди, которые предварительно заявлялись на участие в этом проекте, их тоже большое количество. И они просто не успели еще с 12 ночи вчерашнего дня до сегодняшнего утра заполнить анкету. Как раз вопрос, скажите, простые харьковчане, невременные переселенные, задейки могут у вас приучастие в обучении? Нет, за безденье. Принять участие в обучении они могут без денег. Просто харьковчане, безденье переселенные. Понимаете? Да. Мы выбрали две точки, где будут заниматься ребята. Утром это коголя 11А, это коворки самопомощи, второй этаж. А вечернее время станция харьков с 5 до 9 лет. И мы предполагаем, что те, кто свободно хотят посещать, у вас, например, будет висеть расписание, а станция харьков будет прийти. Люди могут как свободные слушатели выбирать. Ну, и вот если вы за рубежом были в этих школах, то есть любой человек может прийти. Единственное, что вот тут мы не будем поесть и горнуть. У нас бюджет. Замесите у нас, пожалуйста, расписание. Мы тоже запишем. Нет, дело. Да, здесь будет лекция такая-то, тренер такой-то, тема такая-то, место там-то-там-то. С удовольствием. Да, и мы не откажемся от помощи людей, которые хотят поучаствовать в обучении и поделиться своим опытом. Единственное, что это будет, естественно, вне конкурса. Просто мы понимаем, что люди будут заинтересованы прийти в это место послушать лекции. У нас уже есть две заявки от бизнесменов, достаточно, которые на слуху. Да, и они готовы поделиться, провести свои мастер-классы. Поэтому мы не откажемся от такой помощи. Обращайтесь. Мы будем только рады. Спасибо. Еще вопросы? Так что, если вы захотите провести мастер-класс, как сделать бизнес-проект по медике, мы будем прийти. С удовольствием. И последнее можно объявление сделать? Да, конечно. Завтра здесь, два часа, я вас лично всех приглашаю на встречу. Да, я расскажу о своей поездке в Голландию две недели назад. Называется она «Глазами очевидца голландские заметки». Я вообще ездил туда обучаться по системе снижения административного давления на бизнес. Но хочется поделиться тем, что я там увидел. Очень много интересного, необычного. То есть, будет интересно. Приходите завтра, в два часа здесь. Да, за три лучших вопроса будут подарки из Голландии. Голландские подарки. Специальные голландские сувениры.